Внутрипартийный праймерис провели в подмосковном Подольске. Там собрались более 5000 человек. По итогам голосования однопартийцы выбрали кандидата, который будет претендовать на пост губернатора от Единой России. Это выступление для губернатора Московской области было особенным. Он подвел итоги своей пятилетней деятельности. Сделать Подмосковье сильным, здоровым и чистым – такую задачу наметил Андрей Воробьев в своей предвыборной программе. Наша задача – сделать Подмосковье здоровым. Это то, что хочет каждый из нас. Ту цель, которую поставил наш президент – продолжительная жизнь, качественная медицина, оборудование. Не только форма, стены, но и содержание наших врачей. Для нас это является стратегически важной задачей. Напомним, 8 ноября 2012 года президент Владимир Путин назначил Андрея Воробьева на должность временно исполняющего обязанности губернатора Московской области. А в июне 2013 года «Единая Россия» выдвинула его кандидатом на выборах. В этот раз поддержать Воробьева пришел и Вячеслав Фетисов. Много совместных дел. Я знаю планы, которые у Андрея Юрьевича есть по развитию региона. Конечно, это очень важно для людей, чтобы они понимали, что идет плановое развитие. Есть перспективы всего, что связано с благополучием людей. Есть и сложности, которые необходимо решать совместно. За пять лет в Подмосковье построено и модернизировано 400 предприятий, введено в оборот 200 тысяч гектаров пашни, 70 индустриальных площадок. В Люберцах за последние два года было сделано многое. Прошла масштабная модернизация систем здравоохранения, приведены в порядок парки, установлены новые детские игровые комплексы почти в каждом дворе. Мы ставим задачу, чтобы в каждом населенном пункте были свои парки, зоны отдыха. И это мы делаем, и это делается. Люди это видят и замечают. Уже совсем скоро, а точнее 9 сентября, состоится выбор губернатора Московской области. Главу Подмосковью будут избирать на пять лет. Мария Кузьмичева, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Луиза. Вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и вы будете в курсе самых интересных событий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!